Ну и, собственно, все ответы на вопросы, все отгадки, которые несет в себе игра в рамках вселенной, не настолько они интересные и гениальные. То, что было когда-то вокруг ЕГИДы 7, было в 10 раз интереснее. Проходить можно, но вот честно, я бы третью часть повел все-таки по пути какого-то опопсения, в котором обвиняют сейчас Dead Space 3. Мне кажется, на самом деле главная ошибка авторов в том, что они не опопсили все-таки, а наоборот сделали вот такой классический дико длинный Dead Space, в котором осталось очень мало интриги, привычный геймплей, и ничего такого совсем крышесносного нету. Я бы, наверное, все-таки предпочел, чтобы третья часть Dead Space на треть была короче. При том, что все это дело реально можно было на треть точно порезать, не неся ущерба духу приключения классическому Dead Space. Но мне кажется, разработчики, конечно, хотели, чтобы Dead Space 3 был какой-то невероятной игрой по количеству контента, чтобы люди ее перепроходили вместе с друзьями, чтобы они максимально не пожалели о потраченных деньгах. Потому что в игре, на самом деле, еще есть куча сайд-квестов, еще несколько квестов отдельно для кооператива. Только в кооперативе можно узнать все стороны истории. И это, кстати, очень порнушно смотрится, потому что ты такой, идешь, хоррор, страшная космическая база, и стоит запертая дверь, и на ней написано «кооп». Ну и, к слову, те, кто играет один, да, будут играть в один Dead Space, я советую пропускать все сайд-квесты. Потому что, ну, по крайней мере, я прошел несколько первых, и понял, что это вот натуральное просто затягивание игры. Еще на этапе в космосе, у тебя есть сайд-квест, сразу поехать к шатму, а можешь на дитур заехать, да, на среднюю палубу, и узнать какие-то подробности того, что с этим кораблем произошло. Ты в результате теряешь абсолютно два или три часа игрового времени, просто, да, там, ходя по абсолютно одинаковым комнатам, где на тебя набрасываются куча некроморфов. В японских играх, например, такие вещи обычно придут вносить за рамки игры, да, там, называть это ареной или еще чем-нибудь. Ну, реально, во-первых, пошло, не атмосферно, сюжета в этом вообще там никакого. Во-вторых, очень сбивает темп самой игры. Так что вот при первом самостоятельном прохождении никаких сайд-квестов очень рекомендую. Оставьте их для коопа, будет веселее. Видно, на самом деле, что ей пытались сесть над бастулом, что нужно было, да, что-то важное сделать в DSPS 3, например, Коу, и они всячески пытались найти какие-то компромиссы того, как это сделать. Вся вот эта система с крафтингом оружия, она клевая, она хорошая, но она в первую очередь для коопа, потому что если вы играете один, за всю игру вы вряд ли соберете вот основные, самые мощные пушки, только, наверное, если будете уж совсем все закоулки исследовать, все сайды выполнять. Ну и, к тому же, вот отсюда же все эти паники вокруг 11 DLC, которые выходят для DSPS 3, потому что, да, там, за неделю до выхода игры объявили, что будет 11 DLC ценой в 50 долларов, и все начали паниковать, а, Кроу, у меня какие-то транзакции в DSPS. Все это правда, но все это неважно. Все эти вещи сделаны в основном для тех, кто будет играть в коопе на каких-то самых адских уровнях сложности. Там вся система очень простая, и по ходу игры собираешь самые разные ресурсы, которые у тебя идут на производство различных предметов, там, аптечек, патронов, новых видов оружия, апгрейдов для них. Эти ресурсы ты, как всегда, находишь в трупах раздавленных врагов и в ящиках. Кроме того, есть нововведения со скавенджер-ботами, так называемыми. Находишь такие роботы, а потом в определенных участках уровня, где звучит специальный звук, отправляешь их, собирайся ресурсы, после чего они возвращаются на бенч и приносят тебе всякие вкусности, на которые ты крафтишь новое оружие. Собственно, самое важное из этих ресурсов – это танкстенд, так называемый. И вот скрафтите вы от то или иное оружие, зависит от его количества. Ну, как, собственно, и апгрейды костюма тоже он зачастую используется. И этот ресурс, естественно, самый редкий. И поэтому Electronic Arts для тех, кто не хочет париться, исследовать все-все-все заголомки космоса и планеты, они сделали такие ресурс-паки, которые ты можешь покупать в онлайне. Ну, по сути, это микротранзакция. Другое дело, что если ты играешь на обычной сложности, да, в Dead Space, это тебе все не нужно. А если вы уж совсем огромный противник микротранзакции, побороть любые трудности можно, просто переключив на И. Вот, как это не смешно. На самом деле, на нормале абсолютно нормально проходится, никаких ущемлений нет. После прохождения открываются там совсем какие-то дикие уровни сложности, где у тебя ресурсы не выпадают вообще из врагов, где ты все крафтишь только на бенчах, где ты там умираешь, игра начинается сначала. Все эти апгрейды, ресурс-паки и прочие читы за деньги, да, микротранзакции, они, мне кажется, в первую очередь сделаны вот для тех, кто играет вот на самом аду. Там ты действительно будешь думать, хочешь ты там по закоумкам как-то шляться, или чтобы добыть ресурс проще, его там за денежку купить. Обычного игрока все это волновать особо не будет. Другое дело, что, ну да, вы там все виды оружия не увидите, но нужны они вам по чесноку или нет? Я там практически всю игру проходил с линейной пушкой классической, которая там еще из первого Dead Space, а второе оружие там постоянно модифицировало. Ну и, к самому, по-другому, система крафтинга, она вообще отличная, мне очень понравилась, как они сделали, то есть ты там из разных деталей просто собираешь свой ствол, то есть у тебя есть краковая часть, ствол, подствольник, еще различные аттачменты. И вот простор для фантазии, пожалуйста. Собирай себе там огнемет с дробовиком, дробовик с гранатометом, с огнеметом, пулемет с гранатометом. Ставь на них различные бафы, да, там, чтобы они электричеством давали, огнем. Ну, вот все очень классично, но при этом клево и интересно. Поэтому я всегда гадостно бежал к бенчу, чтобы там что-нибудь пособирать. Ну, на самом деле, еще потому, что там тебя никто особо не трогает. Ну и возвращаясь к крафтингу, опять же, если вы играете не в коопе, то часть аттачментов вообще не нужна будет, потому что много там разных деталей находишь, чтобы помогать своему союзнику. То есть есть там какие-то аттачменты для того, чтобы вылечить, для того, чтобы давать ему патроны, ну, в общем, по-всячески друг другу бафить. К слову, самый отвратительный момент в игре — это босс-паук. Я ненавижу, уже меня достали босса-пауке. Они везде одинаковые, везде одинаково убиваются, только в Dead Space это еще и криво и неинтересно. Когда ты там реально на пятачке 5 на 5 метров, с боссом, у которого два движения, сражающийся, при этом тебя им пытают три раза за игру, дико раздражает. Особенно в первый раз, когда ты еще с ним выходишь, если у тебя не то оружие, которым легче всего убивать его, у тебя будет очень много проблем. Айзек там катается влево-вправо, но на таких жестких таймингах, что ты постоянно под этого паукла попадаешь, и я вообще не с первого раза прошел, дико матерился. Это вообще, по-моему, бред, когда первый босс в игре проходится гораздо сложнее, чем последний. Еще к недостаткам Dead Space 3 можно отнести то, что авторы, на самом деле, стали гораздо менее смелыми. Видимо, на вторую часть все-таки какие-то серьезные жалобы пошли, потому что там были прям перегибы, вот эти сцены с младенцами, которые их надо давить ногами, та же сцена с иглой и глазом, которая всем, безусловно, запомнилась. Вот, к сожалению или к счастью, таких сцен в игре нету. Если с младенцами я, например, согласен, то чего-то такого жесткого, как с иглой и глазом, очень даже не хватает. Ну и вообще, они, конечно же, как-то пытались разрядить мрачную атмосферу Dead Space, в том числе вот этими снежными сеттингами. Да и сами некроморфы, монстры, они здесь подчас не точно выглядят, а иногда даже смешно. Потому что вот эти горняки, шахтеры на планете, они когда вот в первый раз вылезли, я подумал, что это вообще какие-то зомби-фрицы с кирками. Что касается звука и музыки, то в Dead Space все по-прежнему страшно, музыка дико неприятная, вот такая скрежетающая по нервам. Все классично, все круто. Звук по-прежнему феноменальный. Если у вас хорошая акустика, вот, кстати, я уверен, все, кто не боится Dead Space, у них просто плохая акустика. Очень крутая опять одна акустика, и ты ее выкручиваешь как следует, еще играешь в то, все, мне кажется, не испугаться Dead Space нельзя. Так что лично я Dead Space прохожу очень убавленной громкостью, в особо страшные моменты даже что-нибудь на iPad'ике включаю, такое веселенькое, чтобы разрядить атмосферу. Кстати, что удивительно, у Dead Space 3 есть достаточно прикольная заглавная тема, которая звучит в некоторых моментах и в финальных титрах. Только понимаешь, что это как раз на финальных титрах такой все дюйфинг, о, блин, в Dead Space 3 есть прикольная музыка, но, к сожалению, большую часть времени все-таки тебе ездят по нервам, не дай бог ты не испугался. В целом, Dead Space 3 очень хорошая игра. Мне, в общем-то, понравилась большая часть времени, которое я проходил. Единственное, я уже сказал, я бы ее сократил на треть, потому что, ну, чем ближе к финалу, тем больше утомительных битв. Но, в принципе, это и в предыдущих Dead Space 3 было. Другое дело, что там еще все-таки более интересная интрига во всем этом содержалась, с большим интересом шел вперед. А здесь уже, ближе к концу, такой идешь что-то, скорее добрайте. В целом, в Bisserval Games, мне кажется, очень сильно постарались. В игре постоянно идет смена самых разных сеттингов, постоянно меняются враги. Да, вот то, что, кстати, людей добавили, людей очень мало и очень редко они появляются. Но это, в целом, очень даже разноображивает геймплей. Появляется третья сторона, с которой нужно по-другому воевать. Опять же, когда к бою с людьми добавляются еще и монстры, монстры, которые их начинают заражать, получается вообще достаточно интересно. Но лично я все-таки от геймплей Dead Space к концу дико устал. Во-первых, он не менялся с предыдущих частей, это особенно. То есть они его, понятно, причесали, крафтинга добавили и так далее. Но в целом, по-прежнему тот же Dead Space с огромными вентиляциями, по которым по-прежнему бегают монстры с гигантскими клешнями, которые дико боятся выходить за зону своего действия. Это, кстати, очень смешно. В некоторых сложных моментах игру чисто на косяках разработчиков ловишь, когда монстры боятся зайти в лифт, ты такой выходишь, парочку мочишь и обратно такой в лифт сбегаешь. Они такие разочарованные, очень смешно, стремительно убегают за ближайший ящик. В итоге от меня 8,5 баллов. Ну а теперь небольшой пост-криптум для тех, кто игру уже прошел. Мне кажется, вот помимо того, что затянули и в целом нет какой-то глобальной интриги, тот финал, который разворачивается, он неправильный, потому что ты очень много времени вкладываешь в игру, проходишь просто несколько дней и в итоге что-то видишь? Опять гигантская тварь, как в первом Dead Space. Хорошо, круто, ее убиваешь. Да, мне очень понравилось это распарывание живота. Ну а дальше что? Ради чего мы все это делали? Почему опять то же самое? Сидит, плачет в корабле, улетает, Низя, а теперь Элли. И это совершенно стандартное, обнадеживающее после титров Элли, Элли. Элли. Ну вот этот с лишней классичный финал, который вот просто под копирку, не знаю, с первого Dead Space, он меня выбесил. Мы там просто горбатились хрен знает сколько часов, чтобы это сделать. Ну покажите, как хорошо там всем встану жизнь. Покажите, даже, ну пускай там все плохо по-прежнему, ну покажите это. Почему я опять смотрю на кабину космического корабля, слушаю примерно тот же диалог, смотрю на те же взгляды томные, ну и вообще, почему финал Dead Space 3 никак не отличается от финала Dead Space 1. Меня это вымразило, честно говоря. Хотя кружающийся в смертельном урагане Айзек, держащий фотографии в Элли, это было очень даже мило, мне понравилось. Другое дело, что ради этой последней минуты мы столько тужились, как это неудовлетворительно. Редактор субтитров А.Семкин